Так, ну что, я хочу сказать. У меня есть такая проблема. Я когда особенно начинал водить экскурсии, я делал огромное количество картинок. Мне казалось, что надо вот каждый угол, каждый угол показать, как он выглядел до и после. Я вот такую вот пачку приносил, и потом я вдруг понял, что это все вообще-то не надо. Ну, в смысле, это может быть и надо, но когда перед тобой стоит, ну, тогда-то 30, а сейчас иногда вообще 50 человек, то когда перед тобой что-то там промелькнуло. Поэтому, когда я, я уже 6 групп в Париж отвозил, страшно представить. И по идее бы мы вот в январе поехали бы, наверное, еще раз. Я абсолютно уверен, что я собрал бы, но, в общем-то, и слава богу, потому что, собственно, надо развивать внутренний туризм. Но я там на Конопатил огромное количество ситуаций, просто нереальное. Но есть два момента. Ну, одно дело, когда ты в Петербурге и Москве что-то показываешь, что-то как-то ближе. А другое дело, когда Париж, особенно, ну, незнакомый город людям, и ты там что-то начинаешь, тоже не очень канает. Поэтому я что сделал? Я разбил все по папочкам и загрузил на Яндекс.Диск, скинул ссылку с расчетом, что мои ответственные экскурсанты это все все скачают. И мы будем ходить, и я говорю, а теперь мы открываем папочку Sensual Peace. Вот. Но, как вы думаете, чем это все закончилось? Значит, добрая половина ее папочку просто никогда в жизни не открывала и так далее. Не то, чтобы мне там было дико обидно, абсолютно нет, это, я считаю, личное дело. Но, блин, меня вот это все очень перло, все, что я там находил, на самом деле. То есть, это показывало вообще не то, что развитие там Парижа, вообще массовые аспекты французской истории. И вообще какие-то интересные вещи, которые, в принципе, даже человеку, который там никогда не бывал, могут быть интересны. И, короче, вот у меня вот этот огромный, этот архив. И вот он у меня лежит, 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 лежит. Я подумал, что бы с ним сделать-то? Думаю, а дай-ка попробую, вот никогда такого не было, и вот опять. О чем еще рассказывать в Петербурге 31 числа? Ну, думаю, дай про Париж расскажу. Но, на самом деле, вы сейчас поймете, почему я вам это буду делать. Потому что там есть, во-первых, масса скринов со всяких документальных фильмов, 3D-анимации и так далее. Вот. И я вам на примере этих вещей буду еще раскрывать какие-то аспекты французской жизни и попробую объяснить, в чем заключается моя любовь и нелюбовь к этой стране. Могу сразу сказать, что любовь моя к этой стране заключается в том, что там история, как один сплошной роман. Не нужно никакого Александра Дюма. Кто-то кого-то трахнул, кто-то кого-то убил, кто-то кого-то отравил, кто-то кому-то из зависти что-то сделал. Вот они сидят, им скучно, давай-ка лучше какие-нибудь интриги замутим. И вот, если взять, например, жизнь в Версале, о которой мы сегодня вряд ли будем говорить, то там вот просто сплошь и рядом. Вот эти всякие там фаворитки, там чего-то одна-другую пытаются сковернуть, какие-то заговоры. В общем, скандалы, интриги, расследования 18 века. Но не было у людей, понимаете, Дома-2. Вот они это все изобрели. На самом деле Дом-2 это отчасти изобретение французской, потому что французский король, он обычно, особенно это вот в эпоху Людовика XIV расцвело полным цветом, он сидел и вокруг все приближенные его смотрели, как он ест, например. Да, такое бывало. Не только приближенные, иногда он специально выходил и там вот из-за, ну не забора, из-за изгороди, соответственно, простой народ на него пялился. А он вот как это, в стеклянном колпаке. Или у него еще было, вот это мне просто очень не понравилось, у него было такое, это у Людовика XIV, la chaise percée. Chaise это кресло, percée, пирсинг, да, это, соответственно, с дыркой. Значит, ровно в 12 часов у него был ритуал. Он садился на это la chaise percée, но если кресло с дыркой, как вы думаете, что он там делал? Так вот я вам хочу сказать, что одна из самых почетных должностей при дворе Людовика XIV, была та, кто выносил за королем его горшок. Это считалось самое, вот вообще, то есть топчик-топчик. Но самое интересное, что он садился на la chaise percée, а вокруг осаживались члены там его королевизационного совета, и он с ними обсуждал какие-то дела. А он, значит, это все как бы дело-делал. Но я вам хочу сказать, что, собственно, и Екатерина II, и даже еще Николай I, они могли, сидя на... Видите, у нас сегодня сопровождение музыкальное. Сидя за ширмочкой там кого-то, с кем-то разговаривать. То есть он так присел там, ну, чтобы и времени терять, время, деньги и так далее. Ну, в общем, ладно, погнали. Значит, вот это изначальный такой Париж. То есть вообще, как все... Если вы, кстати, на карту Петербурга посмотрите, там, например, такая же история. То есть вот такой вот маленький островок, заросший лесом, он потом получил название Сите. И, соответственно, вокруг вот... И как обычно, видите, дороги сходятся, дороги расходятся, соответственно... Причем вот эта вот дорога, это еще римские остатки сладкие, о которых мы сегодня будем говорить. И вот как очень много в Европах, не только во Франции, но и в Англии, и в Германии, и еще в массе других замечательных государств, все начиналось, конечно же, с римлян. С левой стороны не римляне, это поселение вот этих самых паризьев. И я почему здесь эту картинку поставил? Вот я когда хожу по Петербургу и Москве, я показываю так называемое букрание. Это вот эти черепа жертвенных животных, которые на вас смотрят. Вы сейчас выйдете по Казанской, повернете направо, пройдете на угол Морской и Невского, там дом Вабельберга такой серый, там вот такие вот букрании. Вот они висят. Висят, потому что здесь приносят в жертву, соответственно, животных, всяким богам. А вот с той стороны это изначальная как раз планировка римского Парижа. Вот этот самый остров Сите, и вот там как бы центр. Вот это театр, о котором мы могли говорить, и вот это вот у нас, вот это, это пуп земли, это форум. Это форум, где, собственно, вот и букрани, и все остальное, и более того, там же и биржа, и так далее. Вот здесь мы обычно начинаем свои экскурсии. Это арена лютеции называется. То есть, обратите внимание, как сейчас, очень часто, вот там у нас зенит-арена, или вот в Париже Париж-Сен-Жерменер играет, у них стадион, они вынесены за пределы города. В древнем Риме все то же самое было. Ну, в Москве не так, как бы, и там в Лондоне и прочее, но очень во многих городах стадионы, они вынесены за. Здесь то же самое. Огромный вот такой амфитеатр. Сейчас там все вокруг обставлено домами, и надо сказать, что он был потом засыпан, а в среднем веке его просто разобрали на кирпичи, чтобы защищаться от людев. И как бы никто вообще об этом не знал, там хотели сделать этот, не трамвайный парк, а вот эти конки, где ходят, дилижансы, конки, вот. Стали копать, а там бабах. Ну, а поскольку это уже была вторая половина 19 века, и как-то люди старались сохранять свое наследие, то они его и сохранили. Вот здесь понтон богов. То есть это футбол, хоккей, рок-концерт, стендап-шоу, театр, лекции Павла Перца. В общем, все это вместе взятое, вот оно вот здесь. Вот там происходит весь интертеймент. Бои без правил. Ну, как бы это не... Нельзя сказать, что бои без правил. ММА это бои, на самом деле, по правилам не ошибочно называется бои без правил, но тем не менее. То есть вот гладиаторские бои и так далее. Кстати, есть такой стереотип, что гладиаторов там убивали постоянно. На самом деле гладиаторов старались не убивать, потому что гладиатор это очень дорогостоящая вещь. Ты его натренировал, ты его, так сказать, выпистывал. Представьте, сейчас бойцы ММА выходят, в него там бабки вложились, спонсоры, и тут, значит, публика такая, я в баню, я ему себе кир башка. Ну и все, и что? То же самое тогда. То есть на самом деле гладиаторов убивали крайне редко. А вот это вот уже средневековый Париж, такой вот за этой стеночкой мы про нее поговорим. Обратите внимание на концентрацию домов. Вот есть такие законы инсоляции, да, вам небезызвестные. Тут не хватает этого, как его, Варламов, да, этот кучерявенький-то наш, он бы тут рассказал, что здесь неправильно, что здесь неправильно с ливневочкой и так далее. Мы еще часа об этом поговорим. Стена шла вокруг города, стена Филиппа Августа, она защищала город, примерно как, не знаю, бульварное кольцо, но у нас вокруг Петербурга не было стены, поэтому я ничего не могу сказать. Вот, а это, соответственно, вот тот самый римский пуп земли, вот это храм, храм Христа Спасителя на нашей... То есть вот сюда, вот это самый главный храм. Хочешь денег, потомства, бабла и всего остального, пожалуйста, ходи туда, молись, и тебе будет, собственно, счастье. А вот это, соответственно, средневековая карта, которая показывает вот этот вот, вот остатки этой стены. Это святая Женевьева, это покровительница Парижа. То есть у нас покровитель Москвы, например, кто? Кто у нас там изображен с копьем? Да, Георгий Победоносец, да. У Парижа тоже есть своя покровительница. А в Петербурге кто покровитель наш святой? Ну, Ксения Петербургская, это уже опосля, а изначально-то? Ну, у нас вот есть такое в Петербург, нет? Ну, то есть все-все. Это как у уральских пельменей, там был отличный скетч. Кто изобрел сальто Дельчево? Говорит, ну вы, любезные, ну там покрутите в районе слова Дельчево, нет ничего там? Вот, конечно, у нас святой Петр, покровитель нашего города изначально. Мы просто как-то особо не это. А Ксения Блаженная, да, но это уже, это народная покровительница. То есть святой Петр это типа фишл, а Ксения Блаженная это народная покровительница. А эта святая Женевьева, это как бы покровительница Парижа, потому что она там во время одной осады, когда все мужики сказали, все, спасибо, до свидания, мы пошли, она сказала, никуда вы не пойдете. Собралась силами, взяла своих коллег по женскому цеху и, в общем, они там устроили такой, знаете, перформанс по воодушевлению людей и вот варвары отступили. То есть с тех пор она как бы является защитницей города. И на том месте, где, соответственно, она была похоронена, там поставили вот такой, ну вот что это вам напоминает, вот если брать Петербург, Исаакиевский собор, да, это пантеон, откуда все, ну то есть, ну а это, соответственно, из Древнего Рима, а Древний Рим из Древней Греции, то есть это все вот так вот. Да, то есть на холме Святой Женевевы пантеон, действительно, очень интересная с ним связанная история, опять-таки, схема купола, очень похожа на схема купола Исаакиевского собора, только единственное, что у нас она более продвинута, она с железными такими перекрытиями. Там сделали потом упокоение всех великих людей, то есть сначала, значит, был храм, потом во время революции он перестал быть храмом, потом Наполеон его опять сделал храмом, потом во время Ильевской революции он опять перестал быть храмом, и, в общем, вот так вот оно и скакало. Потом там повесили маятник Фуко, понимаете принцип маятника Фуко? Фуко наспор деньги зарабатывал, говорит, пойдем я тебе докажу, что земля крутится, спорим на 30 франков, да, то есть там такой огромный маятник Фуко, вы заходите, и он в какой-то момент начинает делать не так, а вот так, то есть он меняет свое направление, но для этого нужен большой объем, и таким образом оказывается, что земля поворачивается. У нас в Исаакиевском соборе точно так же, когда там был музей атеизма, там тоже висел маятник Фуко, потом его сняли. В Исаакиевском или в Казахском? В Исаакиевском, в Исаакиевском, да, нет, в Казахском этого не было. Так, но это мы пропустим, потому что это я там на месте обычно рассказываю, что это такое. А вот это, друзья мои, чтобы вы понимали, это Алиса Фрейндлих, а это Олег Табаков. Ну, то есть, три мушкетера, помните? Ну, то есть, а это они в реале, да, то есть Рубинсовский портрет, это не помню еще портрет, но это он в молодости, вот он еще без своих усиков. Есть у него более известный портрет, вот, вот Людовик XIII, вот так он на самом деле выглядел. Ну, понятно, что сначала там Дюмана вернул, потом Нашина вернули, то есть у нас он такой, ну, он дико обаятельный, Ляшина, я здесь, Ваше Величество, но на самом деле нет. А вот как вообще он выглядел, это нормально так одевать было мальчиков, в этом нет ничего, никаких намеков. ЛГБТ здесь никаких, у нас даже великих князей, если вы посмотрите до двух лет, они все в платьицах. Ну, такая была манера одевать его в такую платьицу, но это мальчик, а не опухшая девочка. Это его мать Мария Медича, это, соответственно, видите, весь в лилиях и прочее. Вот так он на самом деле, я обратил внимание, мод этих времен, опять-таки, вот это под что за кос? Это вот что он? Конечно, римские императоры, мы же все, как бы, нам надо на кого-то равняться, ну, куда же там? Это Лексимбургский сад, почему я здесь разместил, потому что вот здесь находится дворец, где, собственно, вот эта Мария Медича и пребывала. А потом там был штаб Люфтваффе во время Второй мировой войны. Ну, и с этим тоже с садом масса всего связана, это просто такую картинку в Жорданде Лексимбуга испытывают велосипеды. Видите, какие они раньше были? Ногами отталкиваешься, сейчас вот такие детям трехлетним дают, как беговелы, да. А тогда вот, пожалуйста, такое развлечение, и все, как бы, смотрят. А вот там кто-то с него шарахается на заднем плане. А вот это Сан-Сюльпис, это церковь, центральный квартал, где разворачиваются все события с мушкетерами, связанные именно уже по замыслу Дюма. Он там поселил, там есть рядом две улицы, в одной жил Д'Артаньян, в другой жил Атос, рядом там жил Арамис, а Портос жил подальше. Причем, обратите внимание, эпоха, да, все нормально. Коровы идут, тут на вьючные животные и все такое прочее. Вот это, соответственно, мы пропускаем, потому что это я показываю на месте. Да, Сен-Жермен-де-Пре, это когда-то... Давайте-ка попробуем, вернемся. Когда-то... Не здесь оно, вот оно. Оно отдельно стоит. Когда-то это была загородная территория вообще. Сейчас это центральный центр. И вот в этой несчастной Сен-Жермен-де-Пре разворачивались очень жестокие события. Там произошла первая резня святых, господи, священников во время революции. То есть у революции всегда одни и те же законы. Сначала мы поубиваем как бы священников, потом пройдет какое-то время, и церковь все равно вернется. Она, может быть, вернется не в той силе, в какой она была, но тем не менее. Так, это Сен-Жермен мы пропустим. Да, вот, соответственно, просто чтобы вы понимали, был целый монастырь. От него остался один единственный храм. То есть его весь разнесли к черту и бабушке во время революции. Это вот как раз иллюстрация, как идут мочить людей. А вот здесь вот у нас начинается очень интересная история. Этот самый остров Сите, вот это вот собор такой-то матери. Обратите внимание на мосты. Видите, они как-то очень странно выглядят. А? Ну что это такое? Ну да, это лавки, это торговые лавки, это дома. То есть вот, опять-таки, сейчас у нас где в основном все торговые лавки базируются? Ну, в основном на станциях метро. Потому что трафик повышенный, пассажирский. Здесь то же самое. Народ ходит с острова на остров, соответственно, на мостах всегда старались ставить лавки. И это как бы создавало определенные проблемы. Но это было крайне выгодное дело. Вот по форме этих кораблей вы можете догадаться, кто осаждает... Ну, кто к нам приходил? Норманы, да. Викинги, норманы. У нас же есть нормандская теория. У нас есть норманисты, антинорманисты. Ну, альтернативщики. Ну, альтернативщики, это вообще наш хлеб замечательный. Вот, видите, мы в закопанном здании сейчас находимся, в подвале. Да, на самом деле норманы плавали по всей Европе. Вот они спокойненько по сене спускались. И вот что нахватывали, то и уволакивали. Вот они, соответственно, штурмуют как раз таки сите. Это уже не норманы. Это какая-то другая осада. А это современный вид. И вот Нотр-Дам-де-Пари. Вот он вот здесь. А вот это, соответственно, знаете, есть такая фирма Ривгош. Вот этот Ривгош. Это левый берег переводится. А это Ривдруат. Да, называется. То есть левый берег, правый берег. И вот это вот, вот это, это старая-старая римская дорога. Римляне, они всегда, все время забывайте латинский дуканум или как-то, ну, напишут там в комментариях. Да, вот это одна, и вот вторую здесь, к сожалению, не видно. Потому что центр Рима был как раз там, где был Ривгош. А это средневековые сите. И вот мы видим с вами как раз таки вот эти вот мосты все застроенные. А вот обратите внимание, очень интересно, Париж, он вообще серый, такой серо-бежевый. Ну вот торчит такое здание, это Бабур. Это музей современного искусства, Жоржа Помпидул. Они его специально так сделали. Там был грандиозный городостроительный скандал. Но он уникален тем, что там все коммуникации вынесены наружу. И прошло какое-то количество времени, и потребовался колоссальнейший ремонт на это здание. И не исключено, что именно потому, что там вот эти коммуникации были вынесены. Но тем не менее, прикол в том, что первый по посещаемости вообще во всей Франции туристическое направление, ну, то ли, я не помню, на каком месте Диснейленд. Короче, вот это посещается таким количеством людей, что он занимает то ли второе, то ли третье место. Можете себе представить? Это стрелка острова Сете, и вот это вот здание крайне интересно. Это Сан-Шапель, это часовня святого Людовика. Всегда, когда я там оказываюсь, я спрашиваю, когда и почему Париж стал пупом земли. Пупом земли. Значит, в средние века туризм, он был сопряжен с чем? Вы в паломничество ходили, да. То есть, это единственное, ну, то есть, просто так пойти, там, купил путевку с Маргаритой, сейчас взяли вала и отправили, соответственно, в соседнее... Нет, такого, конечно, никому в голову бы не пришло этим заниматься. В основном все занимались паломничеством. И, соответственно, для паломничества вам нужны реликвии. Вот святой Людовик вовремя урвал терновый венец, да, и гвоздь, и кусок древа. Ну и, соответственно, когда он под это дело все вот эту вот чесоню построил, в Париж ломанулись все. И вот с тех пор он такой рос, 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 рос и развивался. Умный был человек, неслучайно его назвали Людовиком Святым. Вот этот вот, вот его, как раз, видите, ему этот венец приносят. А вот эта святая часовня в некой компьютерной игре. Колька мне безвестная. Это старая фотография. Я прошу обратить внимание ваше вот на этот вот шпиль. Потому что шпиля нет. Почему так? Это, кстати, вот видите, как Ноттердам к войне готовили. Обратите внимание, что фасад весь закопченный. Он был абсолютно черный. И вообще Ноттердам собирались снести. Мы об этом еще поговорим. Шпиля нет. А потом он вдруг есть. Что за прикол? Да, там вот еще Давид. Картина это коронация Наполеона. Непосредственно в Ноттердаме. Опять шпиля нет. Опять шпиль есть. Значит, дело в том, что Ноттердам собирались сносить. Но тут Виктор Гюго написал некий роман называющийся как вы думаете, как? Ноттердам. Да пари. Прикиньте. И вот благодаря этому роману этот храм удалось отстоять. И началась волна за его восстановлением. Тогда там некий такой мастер ланкастера Бьоли Людюк человек, который взялся его реставрировать. Он из этого средневекового здания сделал еще более средневековое здание. То есть он его, то есть вот он-то этот шпиль туда и впендюрил. То есть он решил, что он там должен быть. И вообще очень много он домыслил и придумал. Сейчас мы вот это, вот это кстати. Вот видите, это средневековая такая как это называется? 3D и что это? Сейчас такое слово очень модное. Когда вы вот строительной компании рендер, рендер, о. Рендер. Вот, например. Это рисунок Бьоля Людюка. Там действительно есть такие персонажи. Вот на этого персонажа всегда показывают. Мой любимый такой сисястый. Там есть еще масса всего. Да. Вот видите, средневековая карта. Никакого шпиля нет. И раньше эта площадь перед Нотр-Дамом, она была очень-очень маленькая. Потом и вот это вот все, вот это вот все снесли к чертовой бабушке. И теперь там такое огромное пространство. То есть на самом деле разрушение памятников началось отнюдь не там в 20 веке. Сейчас я чекну тут запись. У нас еще там все прекрасно. Норм, да? Не очень как бы это скучно. Нет? Отлично. Ну просто другой город, опять-таки, понимаете? Поэтому я немножечко комплексую. Потому что... Можно вам сказать, что я хотел бы больше... Про эти сиськи? Про сиськи святой, я не могу сказать. В общем, видите, какая красивая женщина. Дело в том, что там огромное количество библейских сюжетов и связанных в том числе со Страшным судом. То есть что с вами будет, если вы будете плохо себя вести? Вот если вы будете плохо себя вести в семейной жизни, вам достанется вот такая там, прекрасная дама. Там есть еще масса... Там есть еще пару замечательных сцен. Мне еще нравятся. Там такие, ну, откровенные фрики-черти. То есть они не просто черти, они вот такие, знаете, какие-то немножко с извращениями. Ну, умели в средние века вот это изображать. Да? Но суть в том, что этого не было. Это Вьоли Людюк подсмотрел, придумал и туда впендюрил. Это площадь Дофина с новым мостом. Прикол в том, что новый мост это самый старый мост Парижа. Ну, там так бывает. Да, то есть называется Le Pont Neuf. Тут стоит водокачка. Это памятник Генриху IV. Никаких еще вот здесь вот островов нет. Вот эти вот дома, но у меня, к сожалению, это фотографии, они вот аж 16 века. Я всегда, когда вожу и показываю наши не ренессансные такие дома типа Леонтия Бенуа, я говорю, вот эти кирпичные вкладки, вот это он, соответственно, оттуда тырил, потому что он как бы отдавал дань своим французским корням. У нас кирпич считался некрасивым материалом, а там уже в 16 веке эти кирпичные вкладки вполне себе были. Это вот оно же. Тут почему-то второй раз. Так, это ладно, мы пропустим. Это разные проекты, короче, как они хотели эту стрелку оформить, но это я там обычно показываю, непосредственно, когда мы там пребываем, это тоже можно купировать. А вот это художник Ренуар, вам не безызвестный, пишет уже ту же самую стрелку. Вот здесь угадывается конная статуя Генриха IV. Со всеми статуями французских королей одна и та же история. 1789 год, революционно настроенные солдаты и матросы прибежали, ну я утрирую, скинули это все, что-то переплавили, тра-ля-ля. Пришел Наполеон, после него пришел Наполеон III и все это обратно установили. То есть, как бы все памятники королям французским, они все новодельные практически, ну в Париже точно. Хотя бы в городе Реймсе там точно такая же история. Там памятник Людовику Пятнадцатому восстановили. А это один из таких, ну вообще, королей наимерзейших. Вот это Камиль Писаро картина. У Камиля Писаро есть масса картин в Эрмитаже. У меня с этого художника началась моя любовь к компрессионизму. Я увидел бульвар французский, наверное, тогда я захотел в Париж попасть. Ну а это опять-таки вот этот новый мост, эта статуя. И вот здесь, вот видите, несколько островов тут виднеется. Тут жгли евреев. Да. Самая такая распространенная развлекуха средних веков. Давайте жечь евреев. Это происходило там. Помимо евреев там еще жгли естественно всяких ведьм. Ну и там же сожгли тамплиеров. То есть люди собирались здесь вот на берегах, продавали места на лодках и вот они попкорном запасшись значит на это дело смотрели. Ну а как еще развлекаться? Понимаете? Когда Беглов запретил все, да, остается только вот на то, как евреев жгут смотреть. Да. Это опять же это стрелка. Вот кстати обратите внимание что раньше еще этот памятник он был за такой решеточкой. Сейчас этой решеточки нету. Так это Сан-Жерман Депре опять. А это знаете что было? Святой Герман Лекс-Руа. По одной из информации хотя мне потом в комментариях под моей экскурсии писали что не только с этой и не с этой колокольни значит вот она Сан-Жерменовская церковь и там отсюда раздался набат во фоломейскую ночь. Евреев мы уже почикали теперь давайте чикать гугенотов. да веселое время было прекрасно я думаю если сейчас на самом деле убрать все наши наработки по законам толерантности какому-то уважению личности свободе слова и так далее так далее я думаю что мы сейчас вышли и и цивилизация шагнула глубоко вперед, потому что в то время вот просто по щелчку пальцев, и потом пойди доказывай, что ты не верблюд. Просто тебя берут, выкидывают из-за окна. Хотя у меня-то, по-моему, есть картинки эти. Это вот эта церковь. Я здесь просто показал еще картину Клода Мане, чтобы опять-таки к Эрмитажу у нас приобщить. Я имею в виду, эта картина не из Эрмитажа, но в Эрмитаже Мане очень много. Но там всякие кусты. Кусты такие, кусты сякие, кусты такого цвета, кусты сякого цвета. И вот ты, насмотревшись на этих кусты, уже как-то у тебя начинается рябить в глазах. Вот она, варфломейская ночь, да, видите? Пиками, ружьями. Вот тут кто-то летит. Вот, видите? Парашютист полетел. Без парашюта, надо сказать. Всех собак повесили на Екатерину Миличе, хотя она там абсолютно при чем. Вот. Тоже милое дело. Видите, он молится параллельно, закапывают живьем, живьем сжигают. А варфломейская почему называется? День святого варфломея, потому что произошло. Все очень просто. Вот, головы отрубленные. А вот это вот, я всегда эту картину показываю, это шествие святой лиги. Здесь, видите, святой отец с пестиком. И он такой, типа, ну, я вроде как и не хочу, но стреляю. Да, то есть вот они идут, и он кого-то параллельно убивает. А они все идут по своим делам. Ну, это такая средневековая манера. Так, это тоже показать, как вот был целый Сен-Жак Ду-Ля-Бушри. Бушри это мясник вообще. То есть там, короче, мясницкая. У нас есть мясницкая улица, да, в Москве. Мясницкие ворота. Вот, мясницкие ворота. Только в Париже. Осталась одна только башня. Все остальное, короче, ушло. Там с ней тоже есть масса историй. А вот эта Грефская площадь, одна из центральных площадей Парижа. Дело в том, что Греф это галька по-французски. И у них Греф же означает стачку. Вы приедете в Париж. И вот там просто как, знаете, как по расписанию. Сегодня бастуют эти, завтра бастуют эти. Мы два раза с моими конкурсантами попадали на какие-то манифестации. Причем они удивлялись, говорят, что манифестация. Потому что там едет микроавтобус, там играет музыка. И они идут, танцуют, подходят на Вандомскую площадь. Что-то там а-ля-ля, тра-ля-ля. Дудят-гудят, барабанщики бьют. Сели, встали, сели, встали, пошли дальше. И менты-то такие, уны с унылыми рожами. Я их спрашиваю, а типа, норм, вам не надоело? Он говорит, надоело. Я говорю, ну, зато, видите, можно спокойно так ходить. Вот. А почему так? А потому что изначально приходили вот на эту площадь и садились на гальку. И там вообще-то ждали работу. То есть, ну так биржа труда была. И с тех пор вот это вот ничего не делание получило это название. И обратите внимание, вот еще интересно, такие дома на ножках вынос на воду. Вот это как бы что такое? Когда вы строите дом на земле, вы обязаны платить налог. А когда вы строите дом на воде, вы этот налог не платите. Да. И с этим, естественно, боролись точно так же, как боролись с домами на мостах. Но коррупция это дело отнюдь не недавнее. То есть, волшебным отсыпом монет все на свете решается. Вот чудесный пример казни на той же самой Гревской площади. То есть, все вместе. Во-первых, горит огонь. То есть, его поджаривают. И одновременно его на четыре части разрывают лошадьми. И обратите внимание, стадиончик. То есть, все такие по билетам, согласно купленным билетам, собрались с поккорном. И сейчас Васечку нашего будут... Я даже не помню, как это... А, это причем это 18 век. Это 1757 год. Все, я понял. Это Франсуа Дамьен. Это уже по заговору против короля. То есть, его вот так вот на четыре части. То есть, это даже не средний века. А это шествие Святой Лиги, опять-таки. И вот тут повторяется сюжет. Видите? Он пока не стреляет, но в кого-то целит. И собачка такая в ауте, типа, чувак, что ты делаешь, а? Ну и конечно же во Франции была масса революций, в которых без пяти литров нам не разобраться. У нас, я вам хочу сказать, что мы в наших революциях не разбираемся. Я вот тут водил экскурсию для очень известных людей. Я их водил там на там место в конце Карповки, где было принято решение вооруженного восстания. И они там редкие случаи, когда мне дедушку Ленина пришлось защищать. Никогда не думал, что я этим буду заниматься. Ну я им в том плане, что я говорю, ну вот власть такая была, что ну а у человека есть яйца. Гений, злодей, но бывают такие. И сейчас такой кто вызывал дух Ленина? И я спрашиваю, ну хорошо, а в феврале у царя кто скинул? Два человека мне на голубом глазу отвечают, как большевики. Я говорю, Семенович, в феврале 17-го года большевиками еще даже не пахло. Ну то есть они были там где-то в количестве 300 тысяч человек на эту многомиллионную страну. Там 140 миллионов у нас с чем-то было. К октябрю их там было от 800 до миллиона по разным оценкам. Но я к тому, что не большевики свергнули царя вообще ни разу. А здесь представьте, у них 1789 год, революция королю, королеве, всем остальным бошке поотрубали. Потом у них вот это, это та же самая Греевская площадь на самом деле, это отель Девиль, это короче городская ратуша. Это называется у них Ле Трои Глориос, три славных дня. Это 1730 год, революция. Это, если вы помните, Жендал Круа с голой сисечкой ведет Свобода, с флагом, но это Франция. Но это на самом деле отсыл, конечно же, к древнегреческой, к древнеримской манере, но вот голая сисечка, она всегда добавляет определенного экстаза, даже в революционные картины. Ле Трои Глорио, три славных дня июльских. Дальше, вот это, это уже 1748 год, буржуазная революция, это Ла Мартен там произносит на тех же самых ступенях отеля Девиля. А это 1878 уже 1878 по-моему год, ну, парижская коммуна, которая благополучно это все сожгла. И вот так вот вот оно все у них и вертелось. Ну, а это вот очередной жгут кого-то на той же самой Гресской площади. То есть, веселое место. А сейчас там роллеры, там сладкую вату продают и прочее, и прочее. Так, это кладбище невинных, это мы сейчас пропустим, там вот этот фонтан просто сохранился, единственное, что там сохранилось. Да, вот очень интересная значит, история. Сейчас у нас складбище, это некая огороженная территория и там только хоронят. Раньше было не так. Раньше вот идут похороны, видите, хоронят, но при этом параллельно здесь нету. Слушаем, другую картину, сейчас, может быть, дальше есть. ну, короче, там могут и дети играть, и сфиньи пастись. И были такие случаи, когда, особенно после наводнения, там, почему в итоге там как-то с этим начали регламент в воде, потому что сфиньи раскапывали могилы и, простите за подробности, что они там с ними делали. Так, это мы пропустим. Это убийство Генриха IV. На самом деле, такие настолько были узкие улицы, что он просто с возом сена сцепились колесами. И, соответственно, к нему подбежали, ножичек в бок, фанатик, католик, потому что Генрих IV он был сначала гугенот, потом католик, потом опять гугенот, потом опять католик. То есть, он вот так вот, он прыгал, 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 ну и в итоге был убит. И есть место рядом с Лиаль, где висит мемориальная доска, но, к сожалению, улица там уже более широкая. А тогда улица были настолько узкие, что вот они как бы зацепились, и это привело к последствиям. А вот это как раз Генрих IV есть такая, не знаю, вы слышали или нет, фраза «Париж стоит мессе». То есть, когда ему нужно было войти в Париж, ему нужно было конвертнуться обратно в католицизм. И он как раз сказал «Париж стоит мессе», ну то есть, ну ладно, опять в католичество прыгну. И вот он как раз стоит, узнаваемый силуэт, собор такой-то матери. Расскажу историю. Это пляж Ле Виктуах, Площадь Побед. Это памятник Людовику XIV. Привожу туда своих туристов, экскурсантов, показываю. Вот памятник Людовику. Естественно, в 89 году его скинули, потом восстановили. Подъезжает автобус. Простой автобус рейсовый, ну там, не знаю, номер 85, допустим, я не знаю, какие там ходят. Я стою спиной туда, а экскурсанты стоят лицом туда. Я что-то рассказываю и смотрю, у них как-то какая-то не та реакция на лице. А просто водитель вышел, увидел нас, повернулся и стал ссать на свой автобус. Это абсолютно нормальная история в Париже. То есть, его это не сколько... Я обернусь, а вот, пожалуйста, то есть, нормальная такая вещь. То есть, если вы были в Европах разных, то вы знаете, что и в Голландии, и в Германии там есть такие писсуары чисто для мужской половины. То есть, вы можете зайти вот так вот. Заходите прямо. Для женщин, кстати, нет. Потому что изначально так было, еще в 19 веке. Девочки же они не писают и не какают, как вы знаете. Поэтому для них это особо не распространялось. А для мальчиков строили изначально такие вот хотя бы писсуары, потому что проблема вообще с интуалетом, она стояла очень остро. Поэтому вот у меня, я помню, одна замечательная москвичка со своими родителями поехала, и когда я брал вот у них ну такое интервью, типа что он там понравился, не понравился, она говорит, вот к сожалению, видео не передает запахи. А так, конечно, действительно. И там найдешь, и такое амбре стоит в центре вселенной под названием Париж. Поэтому вот так. А вообще, это же такая программная тоже площадь французского ренессанса. Ну и вот, соответственно, мы скидываем Людовика XIV. Вот так она сейчас выглядит. Ну вот где-то здесь постояли, вот сюда подъехал прямо автобус. Вот видите, автобус едет. Вот один автобус, второй. Вот он подъехал сюда, такой встал, и там дело сделал, сел дальше и поехал. все нормально. Представляете, что у вас на дворцовую там чувак приезжает такой. С правой стороны вы можете видеть зимний дворец, построенный по проекту расстреляли, и все такие с зимнего дворца туда такие все свои айфоны. вот там просто это им никого не удивишь, это абсолютно нормально. Так, это памятник, который стоял на месте. Тоже, опять-таки, революционная тема. Нам же не просто надо памятник снести, но что-нибудь поставить взамен. Вот поставили такой тоже какой-то символ. они все очень долго пытались это торчит обелиск на пляс Доле Конкорд, но тем не менее. Что это означает, непонятно. У них там были попытки сделать некое верховное существо, еще что-то. То есть, ну, понятно, символ это, чему, наверное, было, я просто не знаю. Но вот вместо Людовика XIV поставил вот такое. Потом это снесли, опять поставили Людовик XIV. А вот это очень интересное место Пале Рояль. Одно из моих любимых в Париже. Такое замкнутое пространство. Там масса всего происходило. Ну, это пожар. Но здесь вот есть такая сцена. Это Камиль де Мулен. Там началась как бы французская революция, по сути. Он взял каштановый листик, прилепил себе на кокарду и сказал «Пойдемте брать Бастилию». И все за ним ломанулись. Как вы думаете, какая потом была... А он журналист. Какая была судьба у Камильи де Мулена, как вы думаете? Ему отрубили голову. Ну, как и всем потом. Потому что в нашей революции все было то же самое. Сначала пойдем все сергать царя, а потом 37-й год. Привет, Вася. Поэтому ты старый большевик, ты ссыльнопоселенец, ты политкоторжанин, добро пожаловать в те же самые камеры, где ты сидел. И были такие ситуации смешные. То есть очень многие из тех людей, кто... Причем даже из умеренных, они потом оказались на гильотине. Но нам нас интересуют больше другие картинки, вот эти, конечно же. значит дело в том, что этот двор принадлежал родственнику короля, его брату двоюродному и туда полиция не совалась. Поэтому там процветало вот это вот дело. Причем видите какая прекрасная была мода? Но это ладно, вот это нас больше интересует. Это наши казаки. Да. Поле-Рояль. Поле-Рояль. Это вот этот двор, да. Вот они соответственно видите такие немножечко ошалевшие. Но это французские картины. Но конечно надо представить, что чувствовали наши ребята там оказавшись, когда со спадающими платьями к ним подходили. И что-то там лепетали. Они ничего не понимают. Но что тут понимать-то? Особый переводчик-то и не нужен. А, все? Смотрите-ка, мы успеем две, может быть, даже. Я просто боялся, что мы... Норм? Живы? Прекрасно. Интересно хоть? Там иногда всякие надписи встречаются смешные. Я их оставил, составлял человек, а какие-то я додумал. Но надо сказать, что действительно, начиная с начала 19 века, вот именно в наполеоновскую эпоху, особенно это все растело, а началось во время революции, действительно эмансипация женщин произошла, и была такая мода ходить в таких туниках таких полупрозрачных, греческих, а-ля греческих. Вот есть знаменитая Мадам Ракамье. Она такая лежит, и прямо скульптура передает ее рельеф тела. Кое-какие моменты просто отмечу, которые это во второй раз. Значит, во-первых, во-первых, у нас очень много связей, вот те же самые мошкетеры. Чем круто водить экскурсии по Парижу? Потому что ты приходишь и говоришь, ребята, а вот здесь бегал а-ля Боярский. Все такие вау. А вот здесь помните, например, самое знаменитое, но это другая часть чего? Вторая часть Морализовского балета. Вот как бы мы в контексте, я не знаю, нынешние 16-летние, 18-летние граждане, они в курсе, нет. А что такое Морализовский балет? Дело в том, что Ледовик 13-й, вот тот, который я показывал, он, помимо всего прочего, еще был без пяти минут композитор и без пяти минут хореограф. И он сам поставил балет, этот Морализовский. У него были очень какие-то странные склонности в детстве. Он очень любил дроздов. Ну, как очень любил дроздов? Он очень любил их убивать. Причем убивать очень жестко. сначала подламывал крылышки. И вот, соответственно, в этом балете сюжет связан с тем, что там охотники надроздов. И вот, действительно, там несколько частей, вот это вот, все такое прочее. Но автор его как раз Людовик 13-й, этого балета. Например, это во-первых. Во-вторых, если мы почитаем книжку Александра Дюма и сравним ее с нашим фильмом, мы поймем, что наши мушкетеры, они куда более человечные, куда более добрые и вообще симпатичные. Потому что в оригинале они просто какие-то ублюдки просто, самые натуральные. Они бьют своих слуг, то есть, например, там, Д'Артаньян ему привели этого планше, который там стоял на мосту и плевал в воду. Ну, и когда первый раз заикнулся на зарплате, что сделал, он просто избил, тем самым внушив ему уважение, и тот больше о деньгах не заикался. И так далее. Портос там живет за счет адвокатши, который на другом берегу находится. Но, когда ты там это все дело вводишь, конечно же, это торкает. И вот со всей этой архитектурой. А когда ты приводишь еще к дому, где жил уже настоящий Д'Артаньян, у меня там был потрясающий случай, я не помню с какой группой, я стою, что-то рассказываю, выходят две француженки покурить, а там Франция очень много курит. Реально, и все они в основном курят вот эти самокрутки, потому что куривают дорогое. Сигареты очень дорогие, они покупают табак и самокрутки, да, и постоянно. Вот в кафе очень можно часто увидеть, что что-то скручивать. Вот, они выходят, закуривают, ну, и что-то видят, что-то я там болякую на каком-то на китайском, значит, и они такие типа спрашивают, а что, как? Я им по-французски спрашиваю, а вы здесь давно работаете? Говорит, ну, да, не помню, 4 или 6 лет. Я говорю, вот эту вывеску вы когда-нибудь видели? Говорит, нет. Я говорю, знаете, что там написано? Ну-ка, ну-ка, они такие читают, о, Д'Артаньян, я говорю, тот самый, да, прикинь, тот самый в вашем офисе, да, вот здесь. И второй случай у меня был уже в другом месте, там, я не помню, какого-то художника нашего искал, русского, но там еще были вывески про французских художников, и то же самое, я спрашивал у какой-то женщины, и я ее спрашиваю, спрашиваю, я говорю, не видели ли? Нет. И я вижу эту табличку, говорю, а, так вот она, она такая оборачивается, божечки, я никогда этого не видел, столько я здесь хожу. Поэтому, на самом деле, вот эта вот история про незамечание мемориальных досок и так далее, она абсолютно интернациональна, она не наша, она любая, вот. А в Бостоне у меня была потрясающая история, когда я стоял, фотографировал одно знаковое место, и ко мне подходят американцы, они вообще очень непосредственные люди, они говорят, там, типа, парень, а что ты фотографируешь? Я говорю, ну вот. Я говорю, а чем это значимо? Я говорю, ну вот, про революцию слышали, американскую. Я говорю, да. Я говорю, ну вот, здесь знаете, что произошло? Ну-ка, расскажи. Я начинаю рассказывать, и они такие, говорю, откуда ты все знаешь? И сагавиш, интернет. Прикинь. Ну и вообще, в Бостоне, там, через два дня, когда я прошел весь этот trial of freedom, он называется путь свободы, то есть, там, у них есть такая, ну, маршрут революционный. Я, в принципе, понял, что могу там вполне экскурсии, даже для местных, наверное, если они там мой акцент стерпят водить. Поэтому вот такие истории случаются. Соответственно, что я могу сказать? Смотрите наши фильмы про трех мушкетеров, потому что я в свое время хотел сделать выпуск, как менялся образ Д'Артаньяна в кино. То, что три мушкетера не экранизировал, только ленивый. И вот если посмотреть французские фильмы 50-60-х годов, слушайте, ну это какой-то полный трэш. Особенно вот эта Леди Уинтер, там какая-то очень странная. У нас все такие, понимаете, образы, они очень яркие, индивидуальные, характерные и запоминающиеся. Вот у нас Констанция, так Констанция, прям такая вся. У нас Д'Артаньян, так Д'Артаньян, у нас Леди Уинтер, так Леди Уинтер, Атос, так Атос. А там они, вот ты смотришь на них, они реально, они как будто себе на одно лицо. Ну то есть, не знаю, и говорят почти одинаково все. Понятно, что вот этих всех La Fren, La Fra тоже ничего нету, вот этих песен и так далее. Поэтому, вот парадоксально, но у нас вот это советское кино, оно вдруг получилось одним из самых, мне кажется, ярких. Хотя французы, конечно же, и не знают об этом. Что обидно, но что поделать. Поэтому, в этом плане, конечно же, возить группы туда очень просто. Плюс Наполеон, естественно, да, то есть, вот тут похоронен Наполеон и дальше понеслась, да, дом инвалидов, до которого мы с вами не дошли. Вот. Плюс даже дедушка Ленин, который в тот же самый Люксембургский сад ходил и прочее. Есть такая байка, что ему там нравилась барышня, которая стулья выдавала, там стулья можно было за деньги брать. То есть, огромное количество связей, и это, конечно, делает пребывание там в Париже ну вот, крайне для нас комфортным. В отличие от Берлина, о котором я расскажу, надеюсь, 1 января, где все намного сложнее, потому что вы полностью разбомбили, раскурочили, и там практически ничего не осталось, но там есть зато другие замечательные нюансы, вот, но это уже в понедельник. Вот, есть у вас какие-то вопросы? Я живу абсолютно в своем каком-то мире. Вопросы есть у вас какие-то ко мне? Ну, два дня лекция, любите или не видите Париж, и ненавидите за что? Расскажу за что. Вот это, вот эта парадоксальность в Франции, я хотел к этому вот во второй прежде перейти, но мы не дошли. Насколько прекрасна французская история и все остальное, настолько мерзкие французы сами по себе. И ты, когда изучаешь эту историю, ты понимаешь, в принципе, откуда корни этого растут. Во-первых, ну, мне кажется, мы лицемерные, вот, россияне, я имею в виду, но мы лицемерные до тех пор, пока, не знаю, без подреброни или там, рюмочку кто-то не выпьет, и там, все, все тебе расскажут, все, все, что он о тебе думает, абсолютно, а уж в комментариях так вообще. Француз никогда, вот никогда они ничего, вот не скажут. Вот, как бы, масса всяких у меня историй и личных, и там, и нелищных. То есть, видно, что человеку некомфортно, видно, что ему что-то мешает. Я вам мешаю? Нет, нет, что вы, что вы, что вы, но при этом одни из самых общительных людей, да, много раз у меня бывало, я подходил к кому-то, что-то спрашивал, мне там все сразу же объясняли, я говорю, а можно мне туда пройти? Да, пожалуйста, пойдемте, провожу. У нас, вот даже у меня видео каком-то было, и мы ходили, снимали, кто-то заходит в парадную, я говорю, а можно просто поснимаем? Нет, типа, что это, это частная территория. То есть, это вот такие качели, да? Второй момент, это у меня, есть об этом отдельный выпуск, французская кухня, это очень надуманная вещь, если говорить про Париж именно, потому что, вот покормить нормальную группу из 10-20 человек, это огромнейшая проблема, она вся такая фастфудная, я имею ввиду, что, это не значит, что гамбургеры там дают, я имею ввиду, что процесс подхода к приготовлению блюд, и всего остального, оно такое, конвейерное, абсолютно, то есть, у нас в столовках иногда вкуснее и дешевле, что самое главное, чем там. И что меня в этот раз, вот в последний раз абсолютно убило, я думал, что это во мне проблема, это абсолютная, непроглядная тупость официантов. То есть, ты приводишь группу, обязательно кто-нибудь что-нибудь напутает, что-нибудь не то принесет, недосчитает, пересчитает. Классический пример, мы приходим, это вот у меня, по-моему, третий день, я обычно в программе, Эйфелевая башня плоха тем, что там вокруг вот в основном такие вот говнищи, такие вот эти вот бестро, то есть, под туристов заточенные. Ну, что поделать? Мы приходим, значит, у меня там забронированные столы, потому что у нас большая группа, я позвонил, забронил, наши подготовили, и подходит официант и ничего не записывает. Я говорю, а что вы ничего не записываете? Он говорит, ну, я типа все помню. Я говорю, знаете, у нас тут в Париже было масса историй, когда все помнили, все помнили, потом хрен, что принесили. И он мне такой, вы не в Париже, а в седьмом округе. Окей, чувак, это что-то меняет. Естественно, что в итоге, ну, не так, как в предыдущий раз, но все равно что-то там забыл, что-то нам не донес и так далее. И вот это вот, когда мы на шее кафе, где там девчонка все сделала четко, мы потом решили на следующий день тут еще и пообедать. Я там ужин заказал в первый день, мы решили потом и пообедать, потому что я и сказал, знаете, вот казалось бы, такая простая вещь, да, принести то, что заказало там, не знаю, тридцать человек, но нет. А она все там четенько так, все, так тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю. И вот это вот большая редкость. Дальше, я с этим не сталкивался, это мне уже моя коллега рассказала, которая там живет. Она говорит, если ты, например, ну там, какой он счет, я не знаю, ты поел, не знаю, счет на 12 евро 10 центов, и ты даешь ему 15 евро и сверху 10 центов, у него ломается система. Он не понимает, что, что, как это. Он чисто, вот как бы, вот калькулятор, все, вот это он понимает, вот это не понимает. И у нас тоже была замечательная ситуация, там вот на Пляс-де-Фин, там есть ресторан, там дорого, но там было нереально вкусно, действительно, пару раз, я видел, что он такой какой-то домашний, ну то есть, семья его держит, вот. И я в какой-то другой, следующий приезд, а у меня же они там, ну мы допустим приезжаем, там не знаю, январь-март, а потом в следующий раз я до буха в октябре приезжаю. Понятно, что время проходит, я прихожу, уже там какие-то все другие лица, думаю, ну ладно. И у них есть такая тема, ну как у нас ланч, у них есть тоже такое, только они так его не называют, там формула дня, да, и ты вот на эту формула дня можешь действительно подешевле поесть. Она, как правило, работает там даже не до 4 часов, а до 3 может работать, где-то вообще до 2. Вот. Ну мы пришли, сели, все, он приносит нам счет. Я говорю, месье, а там нельзя назвать гарсоном у них, только месье, гарсон это очень унитяжительная история. Я говорю, месье, я говорю, вы что-то тут это, намухлевали. Говорит, в смысле? Я говорю, ну вот смотрите, у вас же вы смотрите, какие цены, а вы нам тут посчитали как в меню. Так а вы же пришли там типа не до часу. Я говорю, так, во-первых, до часу, во-вторых, идите-ка нахрен и пересчитайте это все. Говорит, да-да-да, месье, без проблем. Пересчитал и пересчитал так, что он себе в убыток посчитал. Я вот сижу и думаю, слушай, ну что наказать ему, заплатить, как он насчитал. Ну я сжарился, я все-таки заплатил ему настолько, насколько мы наели. Вот. Абсолютно нормальная история. В этом же кафе до этого нам принесли лишнюю порцию. А там мясо было такое вкуснейшее. И мы что-то смотрим, что-то лишнее. Думаю, ну ладно, и сожрали, я думаю. И в итоге они его так и не посчитали. А, нет, я говорю, в смысле, мы его уже едим, и я говорю, вы знаете, вот по-моему лишнее, мы его не заказывали. И она такая почему-то решила, что я это говорю, типа, мы его не заказывали, платить за это не будем. Хотя я этого не говорил. И она сказала, а, это, короче, ле-мизон, до ле-мизон, то есть, короче, за наш счет, подарок. Я говорю, ништяк, все, ребята, мяско наше, вот, буденька сожрали. Вот каждый божий раз. То есть, ты идешь в кафе, жди какого-нибудь подвоха. Вот чего-то где-то там, чего-то не то и будет. В одном из ресторанов мне что понравилось, там огромный, такой отдельный сдал. Туда можно было, реально было влезть, ну, человека 14. И вот просто отдельная такая комната. Нам там один раз понравилось, я пошел туда, в следующий раз свою группу повел, все, забронил, все, нам там готово. И там все такие вот, ребятки, такие сладенькие, миленькие, такие милашки. И, значит, сначала мне приносят какие-то баклажаны по-биржински. Они, вот знаете, ну, такое ощущение, что просто до состояния углей их довели. То есть, они все черные, он так приносит. И я говорю, а, типа, это нормально? Говорит, да, да, это типа... Я думаю, хрен знает, может, это так надо? Я же не знаю, то есть, потому что так не надо. А один человек у нас оказался цезарь. Ну, казалось бы, цезарь. Да? Ему принесли этот цезарь с жареным беконом вместо курицы. Вот, когда я их увидел, он говорит, что они говорят, цезарь, цезарь, цезарь. Ну, ладно. Вот. То есть, вот такие темы. И, конечно же, я вот почему теперь хочу прокатиться по Франции, там, за пределами Парижа, где я давно не был. Потому что даже, вот последний раз я был, даже в Реймс приезжаешь, я такой, знаете, думаю, скатаюсь. Я сначала хотел в Реймс и куда-то, в Руан, по-моему, я хотел съездить. Но в итоге я решил в Версаль съездить на велике и доехал на велосипеде до туда. А в Реймс поехал на электричке, такой, знаете, взял с собой ноутбук, думаю, сейчас сяду, ну, ехать же. Что-то сел, открыл, что-то там съел, бац, и приехали. То есть, там ехать, что-то там, не помню, 45 минут. Вот уже гораздо меньше этих прекрасных арабских и прочих замечательных лиц. Потому что, чем крупнее город, тем больше дотации, тем больше пособия. Да, тем меньше, тем их меньше и, соответственно, их там меньше. А они, эти прекрасные люди, почему-то у нас русские туристы очень сильно опасаются, вот там, не буду говорить, кто, но там у нас была такая история, что, Павел, вот только, пожалуйста, что вот там нас можно поселить. И говорят, ну, тогда 16 округ, одни белые, и все. И вот туда, соответственно, их заселил, все было нормально. Я же реально два раза селился в самом Чернушнике возле двух вокзалов. Но это на самом практически центр города. Ну, там просто отели стоят, я не понимаю, какие-то очень смешные деньги. Ну, они, естественно, одна звезда, но мне, что мне надо, мне нужно кровать и душ, все, мне больше ничего не надо. Вот, там такие лестницы, вот такие вот узкие, проходишь. Но ты выходишь, там просто Африка. Вот реально Африка, и у меня даже видос есть, как я, он говорит, говорит, такой пошел, тут же там поссал, как бы, и говорит дальше. Но на самом деле они очень милые. Они очень милые, приветливые и крайне дружелюбные. То есть, они производят впечатление, что вот они что-то орут, 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 а на самом деле прекрасные, замечательные ребятки. Когда ты приходишь на воркаут, с этим тоже, кстати, проблема в Париже, с турниками, простыми турниками, там их там вот по пальцам просчитать можно. Негры с тобой всегда поздороваются и всегда попрощаются. Всегда. Там, и такое, ну, как у нас бы там, типа у нас бы там, а, привет, брат, бы у нас сказали, там, значит, по-другому. Белые через одного. То есть, например, да, и с ними очень приятно заниматься. У них там всегда рэпчик какой-нибудь, там играет, их французский, колоночка стоит, они все такие там, как петухи ходят, такие, значит, друг перед другом, да, но очень, очень такая, очень дружелюбная домашняя атмосфера. И мне бы в голову не пришло, там, не знаю, какие-то расистские, значит, истории закатывать. Но при этом видно, что они не пуганные, потому что самое страшное обвинение во Франции это обвинение в расизме. Одно из самых страшных. И у меня был случай, я часто рассказываю, когда я иду и впереди идет группа подростков, ну, лет 13-14 и они срывают афиши. Ну, вот висит афиша, они так зацепляют, и такие, и тянут с собой. И такие, ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. А я иду за ними, я в своем желтом адидасе, да, и очень недобро на них смотрю. Вот прямо пристально. А там это тоже не принято, ну, так вот пристально смотреть над человеком. Ну, то есть, скажем, да. И вот он оборачивается, он увидит, как я, наверное, пристально, недобро смотрю, и вот он такой тянет и отпускает ее. И уже такой, повернулся и просто пошел дальше. Из чего я просто понимаю, что, ну, вот никто к нему не подходил, говорит, слышь, ты что делаешь? Да? То есть, там так, ну, вот, нельзя, потому что, а то, вдруг, что, не дай бог. Это очень чувствуется. Классическая история, тоже, я, по-моему, рассказывал. Арка, вот это вот главная победа, где все победы Наполеона, ни одного поражения, да, вот, то есть, там складывается впечатление, что армия была великая, она действительно была великая, но это величие, как вы знаете, оно потом подрубилось. Я со штативом, вот с этим вот, вот с этим штативом, и, значит, с камерой поставил, выходит замечательная чернокожая смотрительница и говорит, месье, нужно взять штатив в руки. Я говорю, а почему? Она говорит, потому. Я говорю, я говорю, в смысле? Я говорю, ну, то есть, какое-то правило есть или что? А со мной Жанна, коллега моя, которая там живет, она их вот как раз не очень любит. И Жанна там просто, она как фурия, говорит, какого хрена смесь, почему? Я говорю, потому что я вам говорю. Я говорю, окей, я взял. Она развернулась, куда-то ушла, я его поставил обратно. Все, инцидент исчерпан. то есть, она просто вышла, что-то там вякнула, ну, ты решила, типа, штатив нельзя. Причем, она не сказала, штатив нельзя. Она сказала, именно с земли его поднять, чтобы я его в руках держал. То есть, я понимаю, еще бы мне сказать, что здесь, ну, запрещена, не знаю, штатив, это профессиональная съемка, ну, может, тут такое, да? Не, ни хрена. И вот такая история, она постоянно, то есть, они это чувствуют, и, к сожалению, да, вот здесь вот ты понимаешь, что вот с одной стороны, ну, ты вообще ни разу вообще не расист, вообще ни разу, да? И тебе нравятся там и рэп, и прочее, прочее. С другой стороны, ты понимаешь, что вот чем дальше, тем больше французы сами себя загоняют в капкан, в самый натуральный. И просто может настать такой день, когда, ну, какое-то действие может трактоваться странным образом. У меня ведь была ситуация, но это не про Францию, но она была. У меня в Бостоне, я летел в Вашингтон, и ехал туда на автобусе. Заходит женщина, и, ну, автобус не заполнен, но все места заняты, я сижу, я понимаю, что ей надо уступить место. Я понимаю, и мне рассказывали, что все эти истории про феминизм, про вот это все, это все, ну, там, один на миллиард, но я думаю, а вдруг это вот тот самый случай? А у меня самолет. Вот и клянусь, ну, в России я бы об этом даже не парился, я бы встал, естественно, наступил место. Я не уступил место. Я поехал дальше, как бы, ну, потому что хрен его знает, потому что она оскорбится, и сейчас начнется тут, понимаете, это Массачусетс, там мне Женя рассказывал, одна девушка, ее забрали в полицию, потому что она решила переодеть трусики, полотенцем не сдавшись, сидя на песке. Не пошла в кабинку, вот, вызвали полицию. Ну, это в каждой избушке своей погремушки, вот. А во Франции, в Париже, вообще не надо никому местного поступать, то есть там, в сути, нормально сидеть, то есть заходит там хоть пожилой, хоть никакой, это... в этом плане в городе Праге, вот, большой респект чехам, метро, как только заходит какой-то пожилой человек, все сразу вскакивают и сажают, девушку всажают, то есть вот, ну, все-таки они нам ближе, да, в какой-то мере. Ты этого не совсем понимаешь. Вроде французы такие галантные, но нет, нормально, вот он будет сидеть абсолютно, то есть уступать совершенно непринятое. Вот. Ну, вот это если вкратце. Но, изучив французскую историю, я хочу сказать, все равно, вот хочется там ездить, хочется смотреть на эти замки, там, где всякие там Дианы де Пуатье с Генрихом и Вторыми, и прочее, и прочее. Ну, вот это прям прет. Такая пруха-пруха. Есть еще какие-то вопросы? Тяжко. Можно, но тяжко. Французы, ну, это мне, не знаю, это мне Жека мой, кореш американский говорил. Я не знаю, правда, нет, французы очень комплексуют из-за их произношения. Ну, это beautiful, wonderful, вот это вот. Поэтому, мы-то особенно не комплексуем. beautiful, give me please that, that, how much, how much, ты что, тупо, how much, говорите? Вот, французы мне немножко комплексует, во-первых, во-вторых, они реально, и, честно говоря, в какой-то мере, объективно считают свой язык, там, пупом земли и незаслуженно обойденным, потому что ведь еще в 19 веке язык дипломатии был французский. Вот. И поэтому они за свой язык держатся, они там пытаются, вот не компьютер, ordinateur, например, да, то есть, ну, и какие-то слова там придумают заменительные. Поэтому, да, с английским там бывает тяжко, но понятно, что в Париже, там, в гостиницах и в ресторанах, естественно, там, ну, а что там надо по-английски сказать-то? Те же самые how much, да, и типа what the fuck is this, да, can you tell me? Вот, что это такое? А так-то больше там английским ничего не нужен, там, в принципе, все понятно. У меня была ситуация, вот, по-задорному, реально, я стоял, а у них такая тема, вот тоже, кстати, не понимаю. Проездной билет, раньше назывался как-то оранжевый билет, сейчас они называются навигом, то есть ты приезжаешь и можешь купить себе за, по-моему, 20, господи, сколько же евро-то, я не помню, короче, на неделю, проездной, а он выгоден, потому что ты, если, например, прилетел в аэропорт Шарль-де-Гуль, это пятая зона, ты покупаешь на одну неделю на пять зон, и получается, что ты уже поездкой туда и обратно, ты его чуть-чуть нормально отбиваешь, и потом еще пару раз ты поехал, и все, ты его отбил, и после этого ты можешь спокойно вообще не париться на любом транспорте в Париже кататься, на нем же ты можешь в Версаль съездить и так далее, вот, но это же надо объяснить, да, но работаем почему-то с понедельника по воскресенье, то есть вот так вот, то есть ты можешь приехать в среду, и ты не можешь купить со среды до среды, ты можешь купить только со среды до понедельника, и потом его опять пополнить на неделю, что не очень удобно, поэтому я всегда, у меня тур начинается в понедельник, потому что я прилетаю в понедельник, да нет, на самом деле, в последнее время мне этот и не нужен, я в основном там на велике катаюсь, но тем не менее, и вот стоит наша девочка и несчастная чернокожая француженки, она объясняет, мне билет, билет, билет до Парижа, понимаешь, билет не нужен, мне и дочери билет, я как бы стою там высокоит, ну и вот просто по-задорному, да, сейчас не понимаешь, билет я тебе говорю, билет дай мне, ну вот, ну и в общем я подошел, и значит, это я объяснил, что ей нужно, а то я объяснил, что ей от нее нужно, все, соответственно, она и продала, я сказал, сколько это денег, сказал, вот, туда, все, но вот тоже классика жанра, такая, абсолютно, сумняши, то есть приехать и по-русски в французском аэропорте пытаться купить билет, хотя там, было пару ситуаций, когда тебе и по-русски отвечали, но за этим надо в Германию ехать, вот там все, там все по-русски говорят, там от Шаверменной до каких-нибудь там, в Мюнхене я пошел, этот, мне нужно было машину в рен взять, вышел наш чувак, я говорю, я тут бронировал, ну все, поэтому так вот, но с английским, вот если за пределы Парижа, там уже потяжелее, там нет, у них такая тяжелая карта метро, не посмотрел, да и какая там, у них тяжелая, представляете, вот они в Москву приезжают, да, вот они не понимают, почему, как бы, одна и та же станция называется четырьмя именами, ну то есть, да, они разные ветки, но почему они разные, да, почему у нас гостиный двор и Невский проспект, то есть, вот за факт, они этого не понимают, поэтому нет, у них не сложная карта метро, абсолютно, ну большой город, все более-менее понятно, ну у меня разбирались все, вообще с транспортом в Париже все очень хорошо, и с автобусами, и с метро, и с так называемой РОР, у них есть такие электрички, которые ходят за городу и за городу, за городу, они сходят сквозь Париж, и на них выгоднее иногда ехать, потому что если на метро ты можешь поехать от точки до точки сделать там 10 остановок, то на РОР ты сделаешь 3 остановки, на них тупо быстрее, вот, поэтому там все это ходит прекрасно, понятно, и в принципе, на самом деле, не так сложно разобраться, даже не зная французского языка, просто надо понимать, что есть название того, куда он идет, ты смотришь на карте, встречаешь, понимаешь, что это туда, значит тебе туда. Дорогие друзья, эта лекция была записана несколько лет назад, еще до всех событий, даже еще до коронавируса, и если лекция про Берлин, которая была 1 января, вышла, и она есть у меня на канале, то вот это зависло, по причине того, что я с прискорбием заметил расфокус полнейший, на камере Blackmagic, на главный, то есть там фокус не на мне, и не на экране, а на зрителях. Очень расстроился, и в итоге решил ее даже не монтировать. Однако недавно, зачищая компьютер от всего ненужного, я вдруг ее обнаружил, посмотрел свежим взглядом и подумал, что не такая уж это и катастрофа, хотя уверен, что некоторые из вас уже написали, что фокус не там, где нужно. Тем не менее, мы ее выложили, потому что сейчас и Париж, в частности, и Франция, в общем, стала гораздо более дальней и менее доступной для нас всех, что никоим образом не отменяет ни ее прелести, ни ее, так сказать, плюсов, ни ее минусов. Поэтому надеюсь, что какие-то интересные вещи вы для себя подчеркнули, но от себя хочу добавить, что экскурсии сейчас идут, но не так интенсивно по понятным причинам, не май месяц, но они периодически проходят там по выходным, и вот даже в Москву я опять поеду на гастроли, будет два пешеходных тура. А также напоминаю вам, что в продаже есть три моих книги, «Остросоциальный роман Корень», крайне актуальный сейчас, книга про пиар во время русско-японской войны, тоже крайне актуальна сейчас, ну и путеводитель на все времена, «Невский с перцем», который очень хорошо продается и имеет супер положительные отзывы. Все подробности вам необходимы есть внизу по ссылке на моем сайте. Ну и подгон от меня, если вы хотите, если вам она интересна, если хотите рассмотреть какие-то иллюстрации более детально, то ссылка на презентацию будет также внизу, качайтесь Яндекс.Диск и наслаждайтесь. Ну что, бухать? А не по теме можно ли? Конечно. По мотиву вашей проходке с печкой на московском. Не скажите, как звали Шерджа Печка? А, почитали на печке, назвали Дмитрий Сидоркевич. Нет, это сам, его, я вот, персонаж. А, понятия не имею. Не знаю. Нет. А я как-то не задавался вопросом. Зачем мне разрушать мой детский мир? Но я, видать, настолько был тупой и невнимательный, что никогда... А, дорогой мой этот! Да, 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 ну как-то не знаю, не запечатлилась у меня в мозгу. Понимаете, все-таки не на то в детстве внимание обращаешь. Почитаем Печкин, это понятно, а имя, отчество это уже какой-то официоз. Может, там дойдет до того, что и у кота с шариком там какие-нибудь будут. Шарик Иванович Костельбельский. Ходи Иванович. Иванович, да? Игорь Иванович. Да, ну вот видите, век живи, век учись. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Костельбельск. Продолжение следует... Продолжение следует...